Приветствую всех дорогие друзья. В этом выпуске я предлагаю вам посмотреть на Windows который запустили на Apple M1, узнать куда деваются видеокарты Nvidia и посмотреть на новые модели RTX 3060 Ti. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас, но перед тем как мы начнём, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнём с новости от компании TSMC. По информации тайваньских бизнес аналитиков выручка TSMC в четвёртом квартале превысит прогнозируемые цифры и скорее всего достигнет рекордных значений. Это связано со стопроцентной нагрузкой производственных мощностей полупроводникового гиганта, который в данный момент выпускает кристаллы как для AMD, так и для обеих консолей. Как видите, TSMC загружен на полную и скорее всего дефицит никак не связан с простоями в производстве. Но вот куда же всё таки деваются видеокарты Ampere решил выяснить портал VCC FTech. Он сообщает, что Nvidia вместе с партнёрами продали видеокарты RTX 3000 добытчикам криптовалют на сумму не менее 175 миллионов долларов. Также один аналитик отметил, что предстоящее обновление Ethereum, также известное как Ethereum 2.0, требует от майнеров перехода на более эффективное оборудование для майнинга, а новые видеокарты Nvidia полностью удовлетворяют эту потребность. В любом случае, данный фактор стал лишним камнем в лавине того дефицита, который наблюдается осенью. Но самое неприятное, что конца ему пока что не видно. А тем покупателям, которые сейчас оформляют заказы на игровые видеокарты Ampere, некоторые магазины ставят дату поставки на январь-февраль 2021. Ну а пока карт нет в наличии, самое время подумать какую именно видеокарту потом можно будет взять. Компания MSI на днях представила ещё одну линейку для видеокарты RTX 3070, которая получила название TwinFun. Такая видеокарта получила максимально простой дизайн с двумя вентиляторами и должна стать одной из самых доступных модификаций на рынке. Тем временем веб-ресурс VideoCards опубликовал очередную порцию сведений о видеокартах RTX 3060 Ti от партнёров NVIDIA. На этот раз засветились видеокарты в исполнении Polit, которая уже готовит к выпуску модификаций Dual и Gaming Pro. Модель RTX 3060 Ti Dual должна заинтересовать тех, кто хочет максимально простой 3D-ускоритель за небольшую стоимость. Она базируется на укороченной печатной плате с одним восьмиконтактным разъёмом питания и получила систему охлаждения с двумя вентиляторами. А вот модификация Gaming Pro может похвастаться сразу тремя вентиляторами и усиленной системой питания, для которой понадобится два разъёма 8 пин. А помните, я вам давно ещё рассказывал про RTX 2080 Ti в стиле игры Cyberpunk. Так вот в преддверии выхода игры она всё таки смотрится устаревшей, поэтому CD Projekt Red сделали модификацию новейшей RTX 3080 и разыграют её на одной китайской платформе. Однако победитель будет всего один, а не 200 человек, как в случае с 2080 Ti Cyberpunk Edition. И давайте посмотрим, что нового добавилось в программу GPU-Z. На днях её успешно обновили до версии 2.36, а главным новшеством свежего выпуска можно назвать поддержку видеокарты RTX 3060 Ti, релиз которой должен состояться 2 декабря. Разработчики также улучшили поддержку видеокарт RX 6000, включая функцию сохранения прошивки. Добавили алгоритмы отслеживания температуры процессоров Zen 3 и внесли множество мелких исправлений. Тем временем в яблочном лагере отмечают небольшую победу. Один разработчик по имени Александр Граф успешно запустил версию Windows 10 для ARM компьютеров на Mac с кристаллом Apple M1. Таким образом он доказал, что новый чипсет Apple способен работать с операционной системой Microsoft, хотя в настоящее время устройства на базе M1 официально не поддерживают Windows и лишены функции Bootcamp. Также он отметил, что X86 приложения работают Windows 10, установленные на Apple M1 вполне сносно. Не так быстро, как на macOS через эмулятор Rosetta 2, но очень близко к этому. Тем временем компания Лиан Ли анонсировала вентилятор охлаждения ST120, который подходит для монтажа на радиаторы систем жидкостного охлаждения. Отмечается, что новинка обеспечивает высокий уровень статического давления. Изделие имеет диаметр 120 мм, а конструкция включает в себя гидродинамический подшипник и 9-лопастную крыльчатку. И давайте посмотрим на новую функцию в материнских платах Intel. В свежей прошивке для матплаты ASUS ROG MAXIMUS 12 зарубежные блогеры обнаружили пунктер SizeBar Support, который отвечает за активацию механизма изменения размеров бар. На данном этапе трудно сказать, могут ли владельцы платы уже сейчас задействовать Smart Access Memory на связке RX 6000 и процессора Intel Core 10-го поколения, но работы по реализации уже точно ведутся. А вот Electronic Arts на днях попала в новый скандал, связанный с франшизой FIFA. Известный футболист Златан Ибрагимович выразил недовольство, что в последней части серии футбольных симуляторов используется его внешность. Он собирается подать на ИО в суд и его инициативу поддержали и другие спортсмены. В общей сумме набралось 300 футболистов, которые требуют у игрового издательства компенсацию за причинённый ущерб. И речь идёт о миллиардах долларов. В комментариях к журналистам агент Ибрагимовича заявил, что права на внешность спортсменов есть только у них самих, а не у клубов, премьер-лиг и футбольных ассоциаций. По его словам, EA Sports говорит, что заключила контракты с определёнными людьми, но эти люди не могут продавать то, что они продают. Тем временем сама Electronic Arts ответила на обвинения и заявила, что заключила все необходимые контракты с клубами, в том числе Миланом, где выступает Златан Ибрагимович. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.